Северная Мацеста или санаторий Сальвучегодск – одно из тех мест, которые привлекают туристов в наши края. Ведь душевное и физическое оздоровление сейчас на пике популярности. Культурная составляющая тоже важна для отдыхающих. А Котлас, как точка въезда на территорию здравницы, открывает возможность знакомства с историческими ценностями, которыми богат Сальвучегодск. Соответственно, семьи с детьми, индивидуалы, интеллектуалы, определенная аудитория, для которой можно продумывать и продвигать отдельные программы и продукты. Эта информация стала пищей к размышлению на экономическом форуме «Академия гостеприимства», организованном в рамках первого гастрономического фестиваля по случаю празднования 106-го дня рождения Котласа. Очень активная была сегодня дискуссия. Далеко коллеги вышли за регламент. Очень интересно, очень познавательно. Я считаю, что это возможность нашему бизнесу региональному, который в этой сфере работает, получить новые компетенции, новые контакты, продвинуть свои проекты. Это такой хороший рывок для развития туризма, вообще индустрии гостеприимства на Юге Архангельской области. Развитию туристического потенциала российских регионов сейчас уделяется большое внимание. Разработаны различные инструменты поддержки предпринимателей, работающих в этой сфере. В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023 году выделено свыше 85 миллионов рублей для реализации общественных инициатив. Из них почти 33 миллиона рублей направлено на развитие инфраструктуры. На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 30 проектов резидентов арктической зоны в сфере туризма и гостеприимства. Общий объем их инвестиций превышает 1 миллиард рублей. Будет создано почти 800 новых рабочих мест, причем 12 проектов уже реализовано. Это новые гостиницы, рестораны, кафе, которые могут предложить путешественникам почувствовать русский север, в том числе и с гастрономической точки зрения. Сегодня я бы очень хотел поделиться с вами вкусом севера, вкусом, который я сам для себя открыл, путешествуя по Онежскому поморью. Это берег Белого моря, деревня Лопшинга. Сегодня вместе с вами попробуем постную рассольную лепешку на рассоле с печеным картофелем и соленой треской, моченой треской. Но треску я еще предварительно даже и подкоптил. Архангельский шеф-повар Андрей Аникин, выступавший в рамках гастротуры на главной котловской сцене, в свое время работал на лучших кухнях Санкт-Петербурга, Риги, Копенгагена. А сейчас ездит в экспедиции по родному краю, собирает рецепты и вкусы севера, а затем интерпретирует их в современной подаче. Для меня, как для повара, очень важно транслировать ту кухню, с которой я вырос, популяризировать ее. То есть говорить о ней не только в нашем регионе, но и за пределами нашего региона. Боже, это такая вкуснятина. К моему удивлению такое послевкусие грибное, но при этом это безумно вкусно. И чувствуется и рыба, и вот я так понимаю, вот водоросли, которые для меня какой-то совершенно новый вкус. Кстати, гастрофестивали, на которых можно попробовать местную кухню, сейчас набирают популярность по всей стране. Второй в области гастрофестиваль «Еда поморская и заморская» пройдет 1 и 2 июля в Архангельске. Главным приглашенным гостем и автором фестиваля станет Екатерина Шиповалова. Это автор-методист гастрономической карты России. И, конечно же, будет и деловая часть программы, где мы поговорим о гастрономическом туризме как драйвере развития туристического потенциала региона. На фестивале будут представлены блюда, традиционные для нашего региона, так что у гостей есть все шансы попробовать Архангельскую область на вкус.